В эфире телевизионный обзор новостей в студии Любовь Маркелова. Здравствуйте! Частным детским садам с этого года станет проще получить лицензию на образовательную деятельность. Это стало возможным вследствие послабления санитарных норм, предъявляемых помещением. Сегодня такие сады могут полностью взять на себя детей до трех лет, считает Департаменте образования. Перед муниципальными дошкольными учреждениями пока стоит задача закрыть очередь детей с трех до семи. Сегодня уже понятно, когда острота этой проблемы снизится до приемлемого уровня. Об этом не только расскажем в нашей программе. А пока о некоторых новостях недели коротко. Основой экономики Сургута в ближайшие десятки лет останутся углеводороды и энергетика. Такова стратегия 2030. Пока этот документ находится в разработке. Окончательно его планируют принять в октябре. А сейчас обсуждаются предложения. Существующий сценарий подразумевает дальнейшее развитие технологии переработки сырья, а значит и науки. Кроме того, город продолжит развиваться и как логистический центр. К примеру, сегодня рассматриваются варианты размещения в Сургуте крупнейших складских комплексов компаний «Магниты метро», которые будут работать не только на всю Югру, но и на Ямал. Ожидается, что в каждом будет создано не менее тысячи рабочих мест. Кроме того, в экономике необходимо наводить порядок с незаконным предпринимательством, особенно в среде мигрантов. В Сургуте здесь, вне налогов и правового поля, по оценке экспертов, находится порядка 2-3 миллиардов рублей. Две школы в рамках государственно-частного партнерства будут построены в этом году. Одна из них в 40-м, а другая в 31-м микрорайонах. Ориентировочные сроки сдачи учебных заведений – сентябрь, конец года. При этом стоимость каждой – порядка 1 миллиарда рублей. Кроме того, на улице профсоюзов на месте 33-й школы, которая была ранее снесена, будет также построена новая. Правда, сроки пока не называются. Стоит отметить, что школу в Сургуте не строили последние 15 лет, и особенно сложная ситуация стала складываться в связи с недостатком классов для начальной школы. Впрочем, эту проблему уже начали решать. К примеру, младшие школьники теперь будут учиться и в 20-й школе в районе ЖД вокзала. Зимняя мотоэкспедиция по Обско-Угурскому кольцу прошла экватор пути. Напомню, на прошлой неделе мы рассказывали о байкерах, которые отправились в суровое путешествие из Сургута. Позади у участников 1700 километров, еще чуть меньше полутора тысяч впереди. Все участники бодры и здоровы, несмотря на то, что температура воздуха достигала минус 48 градусов. Сейчас люди на мотоциклах, машинах сопровождения и на квадроцикле движутся по Зимнику из Салихарда в Березово. Этот отрезок трассы, кстати, никому из участников ранее не был знаком. В экспедиции принимает участие и наш корреспондент Рамиль Нуреев. В Югре назвали имена лучших окружных журналистов 2013 года. Награду победителям вручила глава региона Наталья Комарова. Главную премию конкурса «Легенды журналистики Югры» получил Сергей Катаев, основатель и бессменный руководитель телерадиокомпании «Сургут Интерновости». В прошлом году он ушел из жизни. Все присутствующие почтили память Сергея Михайловича «Минуты молчания». Губернатор округа вручила награду его коллеге, заместителю президента ТРК «Сургут Интерновости» Олегу Давыдову. Сергей Катаев посвятил журналистике 37 лет. Более 20 из них он возглавлял первую телерадиокомпанию, которая основана в Сургуте. Также губернатор поздравила победителей окружного конкурса «Информационная поддержка добрых дел». В течение года журналисты рассказывали о различных благотворительных акциях, организовывали добрые проекты в помощь людям. Высокую оценку жюри получила и работа корреспондента «Сургут Интерновости». Сюжет Дарьи Давыдовой о благотворительном хоккейном матче в помощь Давиду Нафрамице, который организовала наша телерадиокомпания, назвали самым добрым. Глава региона призвала медиа-сообщество округа и дальше работать в этом направлении и объявила наступивший 2014 год годом доброй воли. В первой части программы вы увидите... Как наказать владельцев квартир, которые не хотят честно платить по счетам? Соседи не родил и собственников требуют решительных мер. Конечно, был бы, если бы закон такой, что люди, которые не хотят подавать по приборам учетом, излишки этой воды, там, например, холодной, горячей, распределялись на этой квартире, которую сдают квартирантам, и было бы нормально. Получить лицензии частным детским садам будет проще. В этом случае родители, которые вводят туда детей, будут получать государственную поддержку. Одно из центральных направлений, считаю, в этом году, это будет работа с негосударственными частными детскими садами. Романтическая профессия Юлии Аркатьевой готова сюжет для детектива и для нашей рубрики «Люди Югры». Очень такой пунктуальный, планомерный труд, работа с документами в большей части. Ну, романтику никто не отменял. Минувшая неделя оказалась непростой для городского хозяйства. Почти вся снегоуборочная техника была задействована в расчистке дорог и улиц от последствий обильных снегопадов. Тем временем телефоны коммунальщиков разрывались от звонков недовольных гаража. Особенно проблемная ситуация сложилась во дворах и внутриквартальных проездах. Так можно ли было избежать таких последствий? Почему ситуация про снизки улиц от Смига постоянная оскомина Сургута? Подробнее о проблеме и путях решения смотрите в программе «Книга жалоб» в эфире телерадиокомпании «Сургут интерновости». Они чистят, не успевают прочистить, и заторы на дорогах даже из-за этих тракторов получаются, то есть пробки. Не очень как-то все действует, работает. По рыхлому снегу машина также пробуксовывает, ее как-то сносит, сносить начинает. Дальше водитель тоже может не так среагировать, куда-то руль вывернуть, и все. Вполне, очень легко может получиться. Да не очень, да, не расчищены. Я ногу сломал, выезжать, до машины-то дойти невозможно. Костыляк еще тем более. Так что у нас плохо чистят дорогу. В целом. Стараются, но у них не получается. Объем работы большой. Конечно, хотелось бы, чтобы было лучше. Квартирный бизнес, когда сургутяне сдают свои квадратные метры, все больше начинает затрагивать всех собственников многоквартирного дома. Если одни подходят к этому вопросу ответственно и понимают, по крайней мере, что в подъезде они живут не одни, то других этот вопрос пока что мало волной. Как всегда, до того момента, пока к ним не применяются меры правового характера. Сдавая свое жилье, сургутяне не всегда честно платят за коммунальные услуги. И в итоге перерасход вынуждены оплачивать их соседям. Как борются с такими собственниками добропорядочные горожане и управляющие компании, расскажем прямо сейчас. Жаловаться на дожуте надоевших соседей вышли два подъезда. Раньше, говорят люди, некоторые боялись выступать открыто, но теперь сил терпеть не осталось. Жители не спят ночами под аккомпанемент гитары, песен, криков и хлопающих дверей. В общем, не скучают. Сдает посуточный человек, там по часовой, постоянные пьянки-гулянки, дебоши, крик, ор, спать невозможно. Вот, надо какие-то, наверное, принимать меры. Было обращение и в полицию, и на ряд ДПС приезжал неоднократно. Были написаны заявления, протоколы. Отсюда некоторых людей увозили. Пока в моем ящике пусто. Никаких ни ответов, ни приветов. Письменно полиция на заявление не ответила. А между тем были тут и драки с жильцами, и угроза от отдыхающих в квартире. Не лезьте, а то хуже будет. При этом собственника в лицо соседи не знают. В злополучной квартире постоянно новые люди. По выходным, говорят, человек по 30 умещаются в двушки. После вызова полиции шум затихает, но через 10 минут вновь возобновляется. Стена как бы одна, и вот балкон у нас, вот у нас одинаковые балконы на одном уровне. Ну и шум слышно тоже очень хорошо. Как бы не часто, но очень, особенно на выходных. Неудобства в виде шумового сопровождения – это еще полбеды. Вторая половина – это, как говорят на одном из известных российских телеканалов, то, что скрыто. Дело в том, что в квартирах, которые сдаются в найм, точно так же потребляют воду, тепло и электроэнергию. При этом собственники таких помещений платить, что называется, по полной, нередко вовсе не хотят. Достаточно перед сдачей всех из квартиры выписать. Вот уже и не требуется платить за воду. А между тем съемщики ее тратят. И вот он повышенный общедомовый расход, который потом разбивается на всех жильцов. Сдает квартирант, там проживает 5-10 человек, а может и больше. Естественно, по приборам учета никто не подает. Все это все излишки ложатся, конечно, на собственников. Мы боремся, конечно, с ней, обходим этой квартиры, составляем акты на этой квартире, сколько фактически там проживает. Отдаем управляющую компанию, а управляющая компания уже выставляет на не одного человека, который там фактически зарегистрировал, а фактически по акту, сколько мы написали туда. Управляющая компания выставляет счета по нормативу на каждого из тех, кого удалось застать. Но это когда дверь в такой квартире открыли. А еще если соседи подтвердили, что на лестничной площадке живут незнакомые им люди. Это бывает далеко не всегда. Поэтому на Киртбай-7 для наведения порядка с оплатой за жилье предлагают перейти к более жестким мерам. Запускается шарм, например, в любую квартиру, которую они оплачивают за коммунальные услуги, перекрывается канализация и все. Конечно, был бы, если бы закон такой, что люди, которые не хотят подавать по приборам учетом, излишки этой воды, там, например, холодной, горячей, распределялись на этой квартире, которую сдают квартирантам, и было бы нормально. Завтра бы все поставили приборы учета и сдавали по приборам учета. Бывает и так, что собственники уезжают надолго. Сдают, к примеру, семейное паре, а живут на квадратных метрах с десяток мигрантов. И они точно никаких данных не передают. Если у вас проживает 5 человек, несете расход на 5 человек, будьте любезны и передать на 5 человек. Бабушка какая-то старая, может быть, какая-то многодетная семья. И в итоге они к нам приходят с такими проблемами, что вот я одна живу, вот я экономлю, а у меня, получается, еще вообще домовые нужды раскидывают. А какие меры сегодня предпринимаются реально? Бороться с подобным оскалом эпохи развитого капитализма пытаются с переменным успехом. Управляющие компании «Западная» делают поквартирный обход. К примеру, по Ленина 74, как выяснилось, половина квартир сдаются. По закону подать в суд на недобросовестных собственников могут и соседи. Коллективным иском. Но есть одно но. Не продуман механизм возмещения вот этого вот ущерба, который был причинен именно тем собственникам. Фактически получается, что это деньги собственников в помещении в многоквартирном доме. И, по идее, управляющая компания должна эти деньги расходовать, ну, как и все деньги, которые поступают от собственников. Общие нужды, либо, допустим, на уборку территории. Ну, а другие меры пока малоэффективны. По административному кодексу, собственнику, который сдает квартиру в наем людям без регистрации, грозит всего несколько тысяч штрафа. Но полицейские смотрят на ситуацию с оптимизмом. В этом году, я думаю, возможностей будет гораздо больше для привлечения таких граждан к ответственности. Управляющие компании обращались достаточно мало. Хотелось бы больше. Пройдемся еще раз к этим адресам, где не открыли квартиры нам, где не было хозяев. Где не стали беседовать. Полиция может передать данные и в миграционную службу. В том случае, если квартиру снимают нелегалы. Да и вообще доставить неприятности квартиры с датчиком в связке с управляющей компанией можно. От граждан нужны заявления. Даже если полиция, на ваш взгляд, не реагирует, количество таких обращений рано или поздно перейдет в качество. А иначе бардак с общедомовым перерасходом ресурсов попросту никогда не прекратится. Артем Высоцкий, Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Гамзат Магомедов, Сергей Колотов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. На неделе глава сургутской полиции отчитался о работе управления в минувшем году. Оценка удовлетворительна. Беспокоит рост правонарушений с участием несовершеннолетних. Больше зарегистрированы преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Из успехов можно отметить, что за год раскрыто две трети квартирных краж. Из последних резонансных происшествий Александр Ероков рассказал, что грозит шутнику, который якобы заминировал сетимов. Уточняется сумма расходов, которые понесли оперативные службы в результате ложного вызова. По решению суда их наверняка придется оплатить молодому человеку. Свой иск к задержанному готовят и предприниматели. Что касается планов, то в наступившем году полиция Сургута продолжит специальные мероприятия на рынках, стройках и других объектах, где могут работать нелегальные мигранты. Мы на сегодняшний день проводим аналогию, соответственно, с рядом преступлений, совершенных в 2013 году. К сожалению, большего я пока сказать не могу, но здесь мы работаем. И за последние два года есть чем похвастаться в этом направлении. Совместно с окружными подразделениями мы задокументировали деятельность четырех организованных преступных групп, которые специализировались только на квартирных кражах. Абортов в Сургуте с каждым годом все меньше, но тем не менее их количество пока еще исчисляется сотнями. В прошлом году хирургическое прерывание беременности сделали более 600 женщин. Почему они соглашаются пройти через большую очередь и рискуя получить болезни и бесплодие, рассказывает Ксения Битюгина. Этого смеха Марина Драчева могла никогда не услышать. Больше двух лет назад, когда наступила третья беременность, девушке казалось, вариантов нет. Надо делать аборт. Беспокоило наличие двоих детей. Младшей дочке на тот момент едва исполнилось полтора года. Кроме того, пугали финансовые проблемы. Банальные страхи, наверное. То есть это, ну прежде всего это ипотека. То есть квартира у нас в ипотеке. То, что маленький ребенок, вроде бы как еще здесь немножко не пришли в себя. Вот, ну вот в основном такие были причины, по которым я решилась сделать аборт. Но муж был категорически против. Настеньке год и три месяца. На свет появилась благодаря уговорам папы Саши не лишать жизни ребенка. Кроме того, от рокового шага Марину сумели отговорить в благотворительном фонде. Елена Капка для обратившихся в фонд как психолог. Уже много лет уговаривает беременных не делать аборты. Лучше всех слов о том, что в первые дни после зачатия происходит в организме женщины, дают понять специальные наборы, похожие на игрушечные. У пластикового малыша есть ручки, ножки, голова. И если на снимке УЗИ разглядеть эмбрион сложно, то тут даже можно подержать на ладошке. В 12 недель это уже полностью сформировавшийся человек. Он в 8 недель уже сформировавшийся. Просто пропорции у него еще немножко другие. А вот так вот в 8 недель он тоже яркий человек, у него руки, ноги, сердце. В 6 недель уже просматриваются печень, органы внутренние. В России с каждым годом растет количество установленных в городах бэби-боксов. Это возможность для женщины избавиться от нежелательного ребенка, не прерывая ему жизнь. Окна жизни, двери надежды, колыбели аиста. Как только не называют места для подкидышей. С каждым годом их все больше в Европе. Даже в благополучных странах число брошенных младенцев из года в год практически не уменьшается. В Сургуте таких бэби-боксов нет. И установят ли, неизвестно. Но в нашем городе существуют благотворительные организации, которые безвозмездно оказывают помощь нуждающимся матерям. Кроме того, таких мам поддерживает церковь. Мы предлагаем помощь и продуктами, и одеждой. В крайнем случае, когда сочнем необходимым, мы даем возможность приюта. То есть приютить, нормально доносить и с ребеночком, с роддомом, чтобы было куда прийти. Но при этом всячески стараемся, чтобы не было иждивенчества, и стараемся социализировать этих людей. То есть дать возможность встать на ноги, начать зарабатывать, начать обеспечивать себя самим. Если мы посмотрим сейчас на церковь Георгия Победнаута, где там сделан приют для мам, для семьи, находящихся в трудно-женомой ситуации, то, может быть, мы с вами и наш город минует за участь, необходимость изготовления этих бэби-боксов. И все-таки наши граждане будут как-то более ответственно подходить к этим вопросам, связанным с рождением детей. Как ни странно, из тех, кто сомневается, делать или не делать аборт, только 10% действительно оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Остальные – замужние женщины от 20 до 40 лет, вполне обеспеченные, имеющие крепкую семью. Причины называют разные – ипотека, кредиты, еще несколько детей, которых надо поднимать на ноги. Есть вот это ощущение, что ребенок прямо вытянет все деньги с вашей семьи. Хотя, знаете, мы на глазах у женщины делаем вот такую раскладку, быстренькую прикидку, что, в общем, с применением ребенка у вас расходы увеличатся всего процентов на 10. То есть, вот представьте себе малыш, да, новорожденный, он вообще ничего на себя не тянет. В принципе, все, что ему надо, это мамина грудь. Вот. Ему, на самом деле, совершенно все равно, в какой он коляске ездит, в какие он одет одежды. Вот. Поэтому первый год жизни – это вообще только ваша любовь. Сегодня Марина Драчева – счастливая мама троих детей. О страшном решении лишить жизни свою, тогда еще не родившуюся дочь, сейчас вспоминает с ужасом. По ее словам, тогда девушка все взвесила и обдумала. Аборт не аннулирует беременность. Он просто делает женщину матерью мертвого ребенка. На сегодняшний день, я считаю, действительно, нет объективных причин у женщины, чтобы делать аборт. Нету. Если Бог тебе дал ребенка, значит, ты способна выносить, родить, выдержать все трудности, все тяготы, там, бессонные ночи и так далее. И если вдруг судьба нам подарит четвертого ребенка, я, конечно, буду рожать. Как ты качаешь, Ляля? Да, Ляля. А, Ляля. А, да. Ксения Бетюгина, Вячеслав Ширкунов, Камзат Магомедов. Специально для программы телевизионный обзор новостей. Тем временем рост рождаемости в Сургуте такой, что не хватает мест ни в перинатальном центре, ни в детских садах. Но есть хорошая новость. Получить лицензию на образовательную деятельность частным дошкольным учреждениям в этом году будет проще. Дело в том, что изменились нормы СанПИНА. Какую нишу займут такие образовательные учреждения в Сургуте в будущем? И как сократится общая очередь в детские сады в ближайшее время? Об этом в нашем следующем сюжете. Конечно, многое изменилось к лучшему, но и проблем хватает. Так рассказывает о своей деятельности директор частного детского сада Центр развития личности, который в Сургуте работает уже 10 лет. Лицензии на образовательную деятельность нет, зато появилась Ассоциация детских садов при торгово-промышленной палате. Стало проще общаться с коллегами, обмениваться информацией, да и юридической грамотности прибавилось. Удалось и небольшую сумму денег в качестве компенсации арендной платы получить. Как говорится, спасибо и на этом. Наш центр конкретно арендует площадь порядка, ну, больше 400 градусов. Вот из этой всей стоимости мне город вернул 21, что ли, тысячу. Спасибо. Я даже за это благодарна. Знаете почему? Потому что раньше этого не было. Даже этого не было. Я очень благодарна в плане помощи. Вот этот вот грант, который мы выиграли, да? Это очень серьезные деньги. 700 тысяч. Грант удалось выиграть за разработанную программу «Патриот России». На деньги купили оборудование для детей. Обещают в этом году центру компенсировать 400 тысяч за арендную плату в год. При этом чуть меньше этой суммы здесь платят арендодателю в месяц. Но если здесь по частным садам идут реальные подвижки, то вот с медицинскими работниками в саду проблемы решить пока не удается. Потому что медик, мне полагается, только в том случае, если у меня будет детей на моей площади, 100 человек. Только тогда они мне дадут медика. На сегодняшний день я взяла деток по 17 человек в группе. Вот старших у меня 22 ребенка. У меня больше, чем 15 человек, да? У меня больше, чем вот 60. У меня больше половины. Дайте мне на полставки. Ничего. Об отсутствии медицинских работников в частных детских садах в администрации Сургута знают. И даже в частности по этой теме перед Новым годом проводилось совещание. Возможный вариант решения вопроса – заключение договоров с медицинскими работниками. Но когда это будет? Когда частники соберут документы и получат лицензии на образовательную деятельность? На мой взгляд, нам удалось выработать решение, как мы сдвинемся с мертвой точки к проблему. И я очень надеюсь на то, что руководители частных детских садов в ближайшее же время смогут собрать весь пакет документов, необходимые для лицензирования образовательной деятельности. Между тем, говоря объективно, в Сургуте власти предпринимают усилия, чтобы решить проблему нехватки мест в детских садах. Об этом рассказала директор департамента образования Татьяна Османкина в ходе прямой телефонной линии с сургутянами. И подтвердила слова фактами. Так, например, очередь для детей с 3 до 7 лет удалось сократить до чуть более чем 2 тысяч человек. В прошлом году открыли два сада, в этом планируется еще семь. Если говорить о зарегистрированных в числе нуждающихся, то это уже почти 19 тысяч. Значит, но хочу отметить, из них 2467 детей – это дети с 3 до 7 лет. Еще год назад эта цифра была в два с лишним раза больше. Одно из центральных направлений, считаю, в этом году – это будет работа с негосударственными частными детскими садами. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы частные детские сады получили наконец-то лицензии. Среди таких мер не только строительство новых, но и ремонт тех садиков, которые использовались другими учреждениями. Например, отремонтированный колокольчик или умка, часть которого пока занимает управление дошкольных учреждений. Но небольшой ремонт позволит разместить там 180 ребятишек. Удалось кое-где и увеличить количество групп, освободив и отремонтировав часть помещений. Один из открытых буквально на неделе садов в поселке Юность. Он может принять около 80 малышей. Правда, пока родители идут сюда не очень охотно. Трудно добираться. Да и просто дозвониться до мам и пап из очереди иногда невозможно. Когда родители подают заявление, то они указывают свой адрес, номер телефона. Но при этом они же говорят о том, и в заявлении это констатируют, что в случае, если меняются какие-то данные о ребенке, они должны своевременно уведомить управление об этих изменениях. На практике же так не случается. Вот эта проблема у нас существует. Понятно, что до юности добираться непросто, особенно для тех, у кого нет транспорта. Но ведь как временный вариант, это лучше, чем ничего. Пока тут всего несколько ребятишек. Миша строит для них домик. А то старый дом-то, пузырь какой. Пожар начался, он у нас горел. В ближайшее время реестр новых дошкольных учреждений появится на сайте Департамента образования и администрации, чтобы родители знали, когда в их районе откроют детский сад. Артем Высоцкий, Сергей Коликов, Сергей Колотов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Во второй части программы вы увидите. По музейному и административному по-прежнему ездят, нарушая правила. В этом убедился наш народный патруль. В каком-то плане, после изменения направления движения, у нас административный проезд, также музейный проезд, мы немного разгрузили улицу и Маяковского, и 30 лет победы. Пожар в кафе около китайского рынка, как пусковой механизм. В Сургуте объявлен особый противопожарный режим. Со слов хозяина, что это пошло все с пекарни, именно где установлены газовые баллоны. То есть это опять грубейшее нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. Романтическая профессия Юлии Аркатьевой готова сюжет для детектива и для нашей рубрики «Люди Югры». Очень такой пунктуальный, планомерный труд, работа с документами в большей части. Ну, романтику никто не отменял. Романтическая профессия Юлия Аркатьевна. Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. Четыре. Наружная реклама. Пять. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Хотите быстро информировать сургутян о ваших товарах и услугах? СМС-рассылка – один из наиболее эффективных способов. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. И еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Напоминаю, вы смотрите телевизионный обзор новостей. Мы продолжаем. Народный патруль вновь дежурит на музейном проезде. Еще в конце ноября прошлого года мы совместно с ГИБДД города уже инспектировали этот участок и за пару часов оштрафовали четверых водителей. Изменилось ли что-то за два месяца? Изменений практически никаких. Невнимательные автолюбители как ездили под кирпич, так и ездят. Вот внедорожник «Мерседес». За его рулем девушка. Начав движение, она должна была повернуть налево и выехать на улицу 30 лет победы. Но поехала по встречной полосе на Маяковского. С продуктовой базы на музейный выехал этот мужчина. Но проехал не более 50 метров и его остановил экипаж ГИБДД. Вот несколько лет не заезжал сюда, заехал. Не посмотрели на знак, да? Не посмотрел. В то время как предыдущему нарушителю вручали повестку в суд, на аналогичном правонарушении попался еще один водитель. Сначала приходите к нам. Вам скажут, надо будет явиться в суд или не надо. Водитель красного «Рено Логан» решил развернуться и поехать во встречном направлении. Заезд у нас в Маяковску. Выезд 30 лет победы. Всем автомобилистам, которые двигались по односторонней дороге во встречном направлении, грозит штраф размером в 5000 рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев. Водитель этого автомобиля правил не нарушал, но привлекли внимание инспекторов ГИБДД транзитные номера серии, которые давно уже не выдаются. Можно меня не снимать? Я не хочу, чтобы меня снимали. Почему нет? Это корреспонденты. Ну и что? Это же мое личное гражданское право, чтобы меня не снимали. Правильно? Хотелось бы напомнить молодому человеку, что в общественном месте журналисты имеют право вести съемку. А помимо этого у каждого человека существуют еще и обязанности. Например, такие, как соблюдать правила дорожного движения, законы, иметь при себе документы, подтверждающие право управления. Просроченные транзитные номера означают, что человек не платит налог за машину. Нарушения на таком автомобиле могут не зафиксировать камеры автоматической видеофиксации. Ну а отсутствие водительского удостоверения и страховки на машину вообще комментировать не хочется. Эвакуация автомобиля на штрафстоянку – обеспечительная мера, при которой водителю до устранения нарушений закона запрещено управлять данным транспортным средством. В целом за 8 месяцев, с тех пор, как на этом проезде действует одностороннее движение, в большинстве своем городских водителей удалось приучить к новым правилам. А сам эксперимент в ГИБДД признают успешным. В каком-то плане, после изменения направления движения, у нас административный проезд, даже музейный проезд, мы немного разгрузили улицу и Маяковского, и 30 лет победы. Ну и напоследок, на улице проезд музейный, мы познакомились с новым видом транспорта. Дальше, как говорится, без комментариев. Здравствуйте, вот у нас здесь есть тротуар, почему вы там не идете? А мне вот нравится здесь, места мало. Да? Какие? Я тоже машина. Кто машин? Нет? А почему же железо? А почему железо называют человеческим именем? Вопрос. А пейте, что да, будем разговаривать. Сводка о чрезвычайных происшествиях на неделе пополнилась серьезным пожаром. Возможно, причиной его стали нарушения техники безопасности с газовым баллоном, который затем взорвался. Можно вспомнить 2010-й, когда погибли люди в дачном кооперативе «Тюльпан». 2011-й взрыв на Гресс. Весну прошлого года, когда на воздух в УСТО взлетела газель. На этой неделе в огне оказалась закусочная возле китайского рынка. Субтитры создавал DimaTorzok Экстренные службы вызвала сотрудница аптеки, которая находится рядом. Пожарные расчеты прибыли в течение нескольких минут. Вместе с ними скорая и полиция. Счастью, помощь медиков понадобилась лишь местная. Повару закусочной стало плохо от испуга. Можно сказать, что никто не пострадал. И посетители, и персонал успели покинуть точку общепита еще до взрывов. Сначала был один легкий хлопок. Потом второй был сильный хлопок. Пожарным даже удалось спасти документы посетительницы. Однако этот факт не иначе как чудом назвать сложно. От здания на Аэрофлотской без преувеличения почти ничего не осталось. Однако, несмотря на осколки разорванного газового баллона и вполне очевидный взрыв на видео, противопожарные службы утверждают, что все баллоны вынесли целыми и невредимыми. Разве что подкоптились немного. Так как это кафе закусочное было, там находились газовые баллоны. То есть существовала угроза взрыва. Но баллоны были все эвакуированы в нормальном состоянии. Поэтому, что касается ущерба, как говорится, то здание полностью выгорело внутри. Вместе с тем пожарные делят сомнением очевидцев и работников кафе. И даже признают факт нарушения техники безопасности хозяевами точки общепита. Со слов хозяина, что это пошло все с пекарни, именно где установлены газовые баллоны. То есть это опять грубейшее нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. На следующий день на пресс-конференции в администрации города Сергей Ковальский, начальник отдела надзорной деятельности Сургутского управления МЧС, заявил, что кафе вообще оказалось самостроем. Строительство закусочное ни с кем согласовано не было. И здание, как следствие, на учете нигде не стояло. А соответственно, по словам Ковальского, в здании никакие проверки не проводились. Мы сейчас в экстренном порядке формируем группу для проведения внеплановой проверки этого объекта. Мы в сроке особого противопожарного режима, пока такое право у нас есть, с 9 по 31 января этот объект должен быть проверен. И результат должен быть объективным, согласно законодательству Российской Федерации. Рашид Абраров, глава управления ГОИЧС, попросил Сургутян внимательнее обращаться с газобаллонным оборудованием, чтобы не допускать даже возможности происшествия. Представьте, что могло бы случиться, если бы пламя перекинулось непосредственно на китайский рынок. Теперь следствие разберется, что же стало причиной пожара в кафе, и были ли на самом деле взрывы газа. Остается открытым и вопрос, как в течение двух лет довольно крупную постройку не замечали? И не замечали ли на самом деле? Виновных накажут, а пока идет проверка, пожарные надеются, что ни одного горячего обеда этой зимой в городе больше не будет. Дарья Давыдова, Вячеслав Ширкунов. Специально для телевизионного обзора новостей. Анализ, расчеты, выдержка. В профессии следователя не бывает случайности. Ровно три года назад в нашей стране заработала структура, которая не подчиняется ни одному государственному ведомству, сразу президенту. Сегодня Следственный комитет России расследует самые громкие преступления. В дежурном чемодане следователя по особо важным делам Юлии Акатьева есть все. Только это далеко не женская сумочка с кучей помад и подводок. В черном портфеле отвертки, фонарики, ограждающие ленты. Незаменимые помощники в осмотре места происшествия. Следователь руководит всем оперативным процессом. В группу осмотра входят криминалисты, полицейские, кинологи, судмедэксперты. Все зависит от характера преступления. Труп находится в положении лежа на спине, голова выпрямлена, руки и ноги раскинуты в стороны. На месте происшествия собираются абсолютно все данные, начиная от отпечатков пальцев, заканчивая мельчайшими образцами тканей. Следователь, как руководитель процесса, не пропустит ни одной мелочи. От этого зачастую зависит дальнейший ход всего дела. А работать, признается Юлия Акатьева, приходится при любых условиях. На работу в правоохранительные органы я пришла, по примеру, наверное, сейчас моих старших коллег. В свое время, когда я была студенткой и даже еще школьницей, очень положительный пример был показан этой работой. Большое уважение к ней. Три года назад Следственный комитет вывели из состава прокуратуры, оставив последней только надзорную деятельность. Сегодня в компетенцию следователей входит расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе коррупционных. Как правило, они являются самыми громкими и резонансными. Главные постулаты профессии заложены еще Петром Первым. Всегда думать, анализировать, сопоставлять данные и делать выводы. Очень такой пунктуальный, планомерный труд, работа с документами в большей части. Но романтику никто не отменял. А романтика заключается в поиске истины. Чем она ближе, тем интереснее исход расследования. Сегодня в Сургутском следственном отделе служат около 20 сотрудников. В прошлом году ими было возбуждено почти 300 уголовных дел. Многие направлены в суд. У нас действует институт общественных помощников, куда приходят молодые люди, которые желают работать следователями. И уже на месте, будем так говорить, выполняя также поручения следователя, принимая со следователем участие в каких-то мероприятиях по осмотру места происшествия. Правда, решают остаться далеко не всем. Следователь Юлия Акатьева о выборе профессии не жалеет. Признается, даже в этой непростой работе бывают интересные расследования. Елизавета Сыенко, Вячеслав Шаркунов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». Помочь ребенку может каждый. Сургутяне помнят о чужой беде, когда помогли собрать средства на операции для 16-летнего Влада Якимова. Чтобы провести три последних процедуры, нужно полтора миллиона рублей. На сегодня удалось собрать почти миллион. Влад не был дома 10 месяцев. Из них три мальчик провел один. В спеццентре Эппатории. Самые сложные операции по исправлению вывиха тазобедренного сустава позади. А тяжелейший курс реабилитации еще продолжается. Там такая обстановка, понимаете, она нагнетает, что ли. И как-то вот, ну неделя, месяц вроде ладно. А если месяц, два, три, то уже как-то все равно тоскливо становится. Дома и стены помогают. И пусть ноги все еще продолжают болеть, Влад знает. Это послеоперационная. Мальчик каждый день делает специальную гимнастику, которую рекомендовали врачи. Занимается на велотренажере. Выходит в подъезд и шагает там, чтобы укреплять мышцы. Якимова живут возле магазина «Северный». И однажды Влад дошел до кинотеатра «Аврора». Долго, тяжело, но у него получилось. Ощущение не очень честно. Туда вроде дошел спокойно, а потом просто, ну, в силу того, что я много не ходил, ну, долгое время пролежал. Просто мне стало, ну, как мышцы болеть, и стало просто тяжело обратно. Обратно меня забрала мама. Влад – параспортсмен, победитель спартакиад и чемпионатов России по плаванию. Правда, пока в бассейн не ходил. Но уже ждет с нетерпением дня, когда поплывет любимым для него брасом. Через два с половиной месяца мальчику нужно делать три заключительные операции. Общая стоимость которых – полтора миллиона рублей. На данный момент у нас собрано 920 тысяч. Вот, нам еще осталось собрать 580, получается. И в марте месяце нам нужно уже уезжать в Евпаторию. Собрать почти миллион рублей удалось благодаря людям, которые неравнодушны к судьбе Влада. Они верят в то, что у мальчика получится встать на ноги и зашагать по жизни твердо и уверенно. Вся информация о Владе есть на нашем сайте indifistnews.ru. Во вкладке может каждый. И на сайте благотворительного фонда «Северный ангел». Самое главное, он уверен, что сможет победить болезнь. Конечно, не без вашей поддержки. Итоги выступления главных команд «Югра» и «Стургута» в чемпионатах по хоккею, баскетболу и волейболу. Далее обзор спортивных событий. Волейбольный клуб «Газпром Югра» принимал на своей площадке кемеровский «Кузбасс». Победа была необходима обеим командам, которые в этом сезоне пока прочно обосновались в нижней части турнирной таблицы. И болельщики, и спортивные аналитики прогнозировали упорную борьбу и не ошиблись. Сыграть пришлось пять партий. В первой «Стургуте» не уступили, зато были сильнее во втором и третьем сетах. Был шанс закончить встречу в четвертой партии, но «Газпром Югра» растерял семиочковое преимущество по ходу игры и уступил в четвертом отрезке встречи. В пятой партии удача была на стороне «Стургутян» 17-15. Победу над «Газпром Югра» добавила в копилку «Газпром Югра» два очка. Наша команда переместилась с 11-го на 9-е место в таблице чемпионата. Уже 1 февраля в Белгороде состоится матч звезд мужской волейбольной суперлиги. Руководить командами будут два знаменитых связующих, а не два тренера Константин Ушаков и Вадим Хомуцкий. Ожидается, что они выйдут на площадку и проведут последний официальный матч. Между тем, в числе и игроков, из которых наставники будут делать выбор, три представителя «Газпром Югры» Алексей Родичев, Теодор Тодоров и Тодор Алексиев. Жеребьевка составов команд состоится 20 января. Баскетбольный клуб «Университет Югра» на своей площадке принимал середняка суперлиги Барнаульский клуб «Алтайбаскет». В нынешнем сезоне команды уже встречались в рамках Кубка страны. Победу тогда одержали сургутяне. В чемпионате все сложилось иначе. Перед игрой «Алтайбаскет» подписал контракт с бывшим разыгрывающим университет Алинасом Ликявичевцем. Литовец в итоге стал главной действующей фигурой, забив кольцо студентов 33 очка. Итог встречи 79-92 в пользу гостей. Пятое поражение сургутской команды в 13 матчах. Следующая игра состоится 21 января. Университет Югра на своей площадке примет депутанта суперлиги пермскую команду «Парма». Минифутбольный клуб «Факел» за неделю сыграл три домашних матча, в которых смог выиграть лишь однажды. Первым соперником стал махачкалинский «Каспий», который до тура в Сургуте не побеждал ни разу. Подопечные Дмитрия Чугунова проиграли «Каспию» первую встречу с результатом 4-5. Однако в повторной игре смогли взять реванш со счетом 7-2. А в минувшую среду соперник «Газовиков», лидер высшей лиги клуб «Ушим Тюмень-2», после первого тайма проигрывал сургутянам 1-2. Но уже после перерыва в нападении лучше действовали тюменцы, которые смогли поразить ворот сургутян четырежды. «Факел» ответил одним мячом и проиграл со счетом 3-5. Команда Дмитрия Чугунова остается на 9-м месте в таблице чемпионата. Следующие матчи «Факел» проведет 25 и 26 января в Сургуте против команды «Ухта». Продолжается чемпионат сургута по хоккею. В центральном матче первого круга встретились лидеры дивизиона «Мастер» команды «Новотех». Это главный претендент на чемпионство и клуб «Сибирьэнергопром». Энергетики хоть и поразили ворота соперников в стартовом периоде первыми, всю оставшуюся часть матча находились в догоняющих. «Новотех» удалось добиться непростой победы с результатом 6-4, а игроки обеих команд назвали эту встречу самой тяжелой в нынешнем первенстве. Дмитрий Круковец, Анна Серикова, Сергей Коликов, Гамзат Магомедов. Специально для программы «Телевизионный обзор новостей». На этом у меня все. Впереди еще реклама и прогноз погоды. Всего вам самого доброго и до встречи. В свой десятилетний юбилей фитоцентр Просковья отметил открытием нового отделения. Здесь уютно и комфортно, а его удобное расположение позволит пациентам добираться не только городским транспортом, но даже пешком. Для вашего удобства всегда есть подарочные сертификаты на курс оздоровительных процедур. Улица Республики, 78А, телефон 242414. Доктор Лаптев. Избавление от пищевой зависимости. Новые психотехники 21 века. Бизнес-отель. 15 февраля. Телефон 8909-920-2727. Подробно на сайте Доктора Лаптев. Планируете ремонт? Ищите лучшее предложение? Считайте, что нашли! В кераме при покупке сантехники керамическая плитка со скидкой 20%. Для ваших планов есть керама. Только до 31 января. Тотальная распродажа. Скидки от 50 до 70% на всю коллекцию в сети салонов «Хитрой». Альфред Мюллер, Грег Хёрман. «Хитрой дисконт». Поразительно. Чем больше я на тебя смотрю, тем сильнее влюбляюсь. Каждое мгновение, проведенное с тобой, для меня великое счастье. Это Катя, специалист абонентского отдела «Метро». Каждый день она консультирует и отвечает на все ваши вопросы. «Метросеть» с нами легко. Срочно подать объявление? Легко! Просто позвоните. 22-22-44. Газета бесплатных объявлений «Ярмарка» 22-22-44. Новое поступление мужских и женских пуховиков. Размеры от 44 до 66. А также женские и мужские шубы из механорки «Бобра-Мутона». Рассрочка без первоначального взноса и без процентов. Универмаг Сургут. Улица Рыбников, 31. Телефон 25-06-05. Приезжайте в аквакомплекс «Филин» всей семьей. Четыре бассейна, джакузи, гейзеры. Все, чтобы вы отдыхали с наслаждением. Финская сауна, турецкая парная, хамам, инфракрасная кабина. К вашим услугам игровые автоматы для детей. Для самых маленьких – детский городок. Посещение свободное, без предварительной записи. Телерадио компания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю с 20 по 26 января. Здравствуйте! В студии Алла Шипулина. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». 18 лет на рынке услуг. Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитные рольставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11-5. Офис 203. Телефон 36-14-47. Компания «Жалюзи» предлагает автоматическое дистанционное управление шторами и жалюзи любых размеров французской марки «Зонфи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. В понедельник под влиянием уходящего циклона над берегами Аби будут клубиться снеговые тучи и в связи с этим заметно похолодает. А во вторник в регионе скажется очаг высокого давления. Облака рассеются, на морозы станут усиливаться. В начале недели облачной пройдет снег. В понедельник в течение суток – минус 15-20. Во вторник с прояснениями. Ночная температура воздуха – 25-30 градусов мороза. После полудня – минус 22-27. В середине периода вероятность осадков небольшая. В среду ночью на столбиках термометров – 27-32, ниже нуля. Днем – минус 24-29. В четверг ночью похолодает до 30-35 мороза. После полудня на 5 градусов потеплеет. Если вдруг решите вы на санках покататься или, может быть, по лесу прогуляться, не забудьте одеться потеплее. Санки и одежда по спеццене в магазинах «Капус». Санки и одежда по специальной цене для малышей, которые не любят сидеть дома. Сеть магазинов «Карапус» – все лучшее детям. В конце недели переменная облачность без осадков. В пятницу ночи мороз усилится до 32-37 градусов. А днем столбики термометров поднимутся на 5 градусов выше. В субботу и воскресенье температура ночью – минус 32-37. Днем – 25-30, ниже нуля. Это любовь. Очень большая любовь к очень красивой обуви. Во всех магазинах «Саламандр». На зимнюю обувь скидка 30%. Фабрика «Комфорта». Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Фабрика «Комфорта». Живите красиво. Я желаю благоприятной погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин